Донбасса в оккупации 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 ДНР начала раздавать свои паспорта жителям оккупированных территорий Донецкой области По словам главы группировки паспорта сначала будут выдаваться тем кто достиг 16-летия и тем кому нужно продлить срок паспорта Сам паспорт с виду выглядит как российский Захарченко заявил, что полупризнанная Южная Осетия и Россия признают эти паспорта Но юристы рассказали журналистам Радио Свободы, что документы юридической силы иметь не будут Более того, и на российской границе местным жителям тоже заявили что с такими паспортами и иными документами ДНР людей через границу не пропустят В оккупированной Макеевке в супермаркетах и магазинах развешаны объявления о наборе добровольцев в так называемую армию ДНР Журналистка Комсомольской правды, издание которое лояльно относится к боевикам ДНР и ЛНР, написала статью о своем последнем пребывании в Донецке В Донецке зарплату сотрудникам шахт и предприятий Укрзалезнете продолжают выплачивать в гривневой валюте В гостинице Донбасс-Палас и вовсе появилась условная единица юниты Платишь в гривнах, умножай на 5 в рублях на 10 Цены в Донецке остаются высокими Несмотря на это, журналистка считает что вооруженный конфликт на Донбассе начался из-за того, что Донецк слишком хорошо жил и Киеву стало завидно Макеевские пред ДНР пошли на повышение На оккупированной территории незаконная организация ДНР назначила нового так называемого главу Министерства транспорта Вместо Семена Кузьменко эту должность теперь занимает Игорь Андреенко, который до этого был первым заместителем оккупационной администрации Макеевки В то же время глава группировки Александр Захарченко назначает Ларису Толстыкину исполняющей обязанности министра труда и социальной политики ДНР Ранее она возглавляла оккупационную администрацию Макеевки Теперь оккупированной Макеевкой будет управлять Валерий Ляховец Ляховец в мирное время на протяжении 10 лет занимал должность заместителя городского головы Донецка Александра Лукьянченко До этого он работал первым замом начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Донецкой областной государственной администрации Также Ляховец работал в Ворошиловском райсовете С вами была Виолетта Тарасенко и неделя Донбасса в оккупации Увидимся на общественном ТВ Донбасса Донецкий институт информации Это общественная организация созданная в 2009 году в городе Донецке Когда в наш регион пришла война гуманитарный кризис и фактически катастрофа наши журналисты волонтеры, аналитики, эксперты сконцентрировались на проблемах обычных людей Для того, чтобы делать еще больше новостей репортажей и сообщений как из оккупированных районов так и освобожденных нам необходима ваша поддержка Обращайтесь на наш сайт для того, чтобы найти реквизиты помощи нашей общественной организации Только вместе с вами мы сможем создать независимые и честные новости о Донбассе Донецкий институт информации Мы видим проблемы и ищем пути их решения вместе с вами Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова